Так, всем привет! На самом деле такой абсолютный стопроцентный Monday Back. Я поняла, что я перепутала опять все свои schedule, но, в общем, перекраситься в блондинку – это... Так, сейчас, кстати, давайте проверим, как у нас звук и всё остальное. Так, пять секунд, пять секунд. Да, вроде всё нормально со звуком должно быть. Ну, в общем, перекраситься в блондинку – это, в общем, напрямую означает, что это будет потом сказываться на том, что я начинаю что-то путать и что-то иногда у меня миксуется. После Тони Робинса я немножко потерялась вообще в пространстве. Итак, всем привет! Давайте сразу проверим, что у нас есть звук, слух и всё остальное. Сейчас я посмотрю, насколько у нас это видео идёт. Можете прямо здесь под постом, точнее, внутри самого видео писать, насколько есть у нас обратная связь. Сейчас я быстро проверю со своей стороны. У меня одновременно идёт чат-день. Одновременно у меня сейчас должна быть буквально через полчаса консультация. И одновременно у нас сейчас с вами эфир. В общем, я сегодня отжигаю, так же, как и очень часто делаю в этой жизни. Так, всё, меня слышно отлично. Во, Наталья, здрасте. Лучше вы будете сейчас здесь, чем в чате. Да, всем привет. Привет, отлично, всё. Окей, хорошо. Итак, у нас сегодня несколько важных тем. Во-первых, я отвечаю на вопросы. Во-вторых, я рассказываю про умный private label. И в-третьих, я напоминаю всем, что 26 ноября, уже через две недели, мы будем в Сан-Диего, и у нас будет встреча амазонщиков. У нас будет мини-конференция, на которой выступит Кристина про бизнес, про брендирование товара на Амазон и вообще про как правильно выстроить свой собственный бренд. Выступлю я с questionary and answers, с опросами и ответами. Расскажу про продвижение на Амазон и также про основные болевые точки и камни преткновения. Также у меня уже забронировано там три консультации. Это был максимум, который можно было забронировать. У нас уже нет билетов на early birds, к сожалению. Но у вас входит в участие, это участие в нашей мини-конференции, и у вас входит в участие обязательно, как это называется, еда. То есть вы всегда сможете обязательно там перекусить. И, по-моему, даже у нас будут напитки, насколько я помню. Рассчитываем мы по времени с шести часов до десяти. И нормально слышно, видно. Дайте мне обратную связь, что все слышно, видно хорошо. И я думаю, что у нас будет достаточно большое количество вопросов, ответов, на которые мы будем... Ну, я буду отвечать, и отвечать будут девчонки тоже, спикеры. Ну, и, собственно, на этом, я думаю, что мы зажжем в тот день, когда у нас будет наша мини-конфа в Сан-Диего. Итак, значит, теперь по поводу вопросов-ответов. Вопрос от Давида. Дэвид или Давид, не знаю, как правильно. С какого возраста сертификация игрушек необязательно? Отвечаю. Нету такого понятия возраста или... Есть понятие, насколько... Какого типа у вас товар, подлежит он сертификации или не подлежит. Это всегда можно проверить на сайте FDA. Дальше вопрос от Виктории. Здравствуйте, Изабелла. Утром написала пост. Так, я ему ответили. Дальше, Джо, используете ли вы какой-то софт для поиска товаров или ручками ищите по конкурентам, каким-то ключам и тому подобное? Ну, давайте сейчас с этого вопроса как раз я перейду на умный private label. Вот те, кто у меня учился или учится, то те знают, что при старте бизнеса на Amazon я, как правило, выбираю товар посредством большого количества разных факторов. То есть мы смотрим на спрос ниши, мы смотрим на количество конкурентов, мы смотрим на то количество ревьюз, которые есть в данном конкретном запросе, мы смотрим на потенциал кастомизации товара, мы смотрим на бренды, которые продаются, то есть мы смотрим на огромное количество разных-разных-разных факторов. Но люди зачастую забывают, что на самом деле умный private label и вообще, в принципе, то, как private label должен себя вести, это именно тот подход, при котором вы формируете тот товар, который будет принципиально отличаться от всех остальных. То есть я сейчас планирую новый поток, меня очень многие спрашивают, будет ли новый private label, или его не будет. Да, он будет, и я его буду запускать, скорее всего, в декабре месяце, но я хочу новый private label сделать совершенно по-другому и по-умному. То есть если у нас есть товар, который пользуется спросом, то мы не будем делать ресерч и смотреть, есть ли у китайцев такая модель, который у вас еще нет на Amazon, точнее, у вас, который на Amazon еще не существует, и можем ли мы сделать с вами определенную кастомизацию этого товара или нет. Мы будем выстраивать Amazon от бренда. То есть мы будем первым делом регистрировать ваш бренд, потому что за весь период вашего выхода на Amazon обучение обычно рассчитано месяцев на 6. И я хочу, чтобы за эти 6 месяцев ваш бренд был зарегистрирован. Как правило, на регистрацию бренда уходит от 6 до 8 месяцев. То есть мы начнем с выбора ниши и с регистрации бренда. Это мы сделаем шагом номер один, чтобы, когда вы выйдете на Amazon, начнете продвигаться, чтобы вам было проще и легче. Дальше мы выберем товар. Товар мы выберем не тем образом, как мы выбирали просто по соотношению спроса и предложения, а мы будем выбирать товар, который мы смогли бы улучшить и сделать его таким, каким ни у кого его не будет, то есть чтобы мы потом смогли его запатентовать. Патент стоит не бешеный денег, патент стоит в среднем от 400 до 1500 долларов. То есть вы сможете запатентовать свой товар, и его уже никогда никто не подделает. Ну, понятно, что и Apple подделывают, но, по крайней мере, когда у вас будет защищенный бренд, и у вас уже будет разработанный свой товар, то вы сможете на Amazon выходить более защищенно и более качественно, то есть вас будут покупать лучше, чем всех остальных других, да, скажем это так. То есть, допустим, на простом примере, вот у меня есть микрофон, да, мы знаем, что такой микрофон, он приятно выглядит, он в форме шарика, он красивенький, и вот у него хорошая слышимость, у него есть USB, и мы для себя придумываем с вами концепцию этого товара, да, то есть сейчас такой вот как бы мини-обзор, мини-курс, как это может быть. И мы с вами придумаем концептуально, как бы мы хотели, чтобы выглядел наш микрофон, который мы бы хотели подавать на Amazon. Дальше мы с вами находим специального дизайнера, с которым мы в деталях прорабатываем данный конкретный товар. Естественно, под моим руководством мы все это с вами утверждаем. Вы, кстати, можете написать вопросы-ответы, если у вас есть какие-то сейчас, потому что только во время этого эфира я вам смогу ответить. Я заодно сейчас просто проверяю, насколько у нас... Я просто опубликовала анонс этого видео только вчера, поэтому я прекрасно осознаю, что не все успели линкнуть и нажать, что да, будут его смотреть, поэтому видео будет лежать обязательно в записи. Так вот, мы в процессе курса будем обязательно утверждать каждый последующий этап данного конкретного товара, то есть как вы его будете разрабатывать и прорабатывать. Дальше мы этот товар будем отправлять в производство. Сначала будет изготавливаться сэмпл. Сэмпл такого товара изготавливается от 7 до 14 дней. Привет-привет. И когда у вас сэмпл будет уже изготовлен, после этого, когда мы его утверждаем, у нас с вами начнется массовое производство. Вот в момент, когда у нас начинается массовое производство вашего бренда, мы начинаем готовить весь бэкграунд, то есть то, как мы будем впоследствии ваш товар продвигать. Мы будем готовить весь задник, мы будем готовить все ключевые слова, мы будем готовить title, то есть мы будем готовить ваш заголовок, мы будем прорабатывать полностью все ключевые слова, мы будем прорабатывать все вот так, таким образом, чтобы когда вы приехали на Amazon, у вас произошло касание и у вас пошла индексация. Вот это вот те моменты, которые нам нужно будет с вами обязательно, качественно проработать, и таким образом, через 6 месяцев, когда вы сможете пройти весь этот период обучения, у вас будет бренд, у вас будет созданный товар, у вас будет обязательно качественно проработанный листинг, у вас будет товар, который будет готов к массовому потреблению, естественно, у вас будут знания, которые вам позволят дальше масштабировать свой товар, развивать его в качестве PPC, делать линейку вашего товара. Помимо этого, мы с вами разработаем не просто один товар, мы должны будем разрабатывать, разработать линейку ваших товаров, мы посмотрим, насколько хватит у нас времени и ваших усилий, но я рассчитываю, что во время курса мы разработаем и выпустим один товар, и еще два мы успеем разработать, и вы уже, скорее всего, их пустите в массовое производство, наверное, ближе к концу курса, потому что каждый товар и проработка каждого товара в деталях требует, ну, огромных усилий на самом деле, там очень много деталей, которые мы будем обсуждать. Ольга, можно ли продавать одновременно private label и third-party seller? Да, можно. Можно ли ввозить товар из Украины? Товар из Украины ввозить в США вы можете, вам никто не запрещает. Для этого есть определенные нормативы таможни и custom clearance и всего остального, а вопрос стоит в другом – можно ли продавать товар из Украины? И, к сожалению, Амазон не понимает украинский язык так же, как он не понимает русский, узбекский, таджикский и все остальные языки. И даже если у вас потрясающий, очень классный товар, который вы хотите продавать на Амазон, но он произведен в стране третьего мира, из которых мы с вами рождены, то, к сожалению, даже перевод ваших документов, вашей сертификации, всех ваших товаров Амазон не принимает. То есть он язык не понимает, а документы переведенные он не принимает. Поэтому, к сожалению, в этом месте справиться будет серия невозможного. Амазон может запросить документы, может не запросить документы. Запросит он их или нет, мы с вами понятия не имеем. Вот, поэтому это все на усмотрение Амазона. Как правило, если он видит, что товар произведен в наших странах, он запрашивает документы, запрашивает инвойсы и потом суспендует листинги. Я постоянно вижу эти трудности, я постоянно вижу эти нюансы, я постоянно вижу эти проблемы. И на сегодняшний день я действительно не знаю, как их легально решить, потому что Амазон просто говорит, мы не принимаем поставщиков этих стран. Все. И вот на этом точка. Потому что у нас нет, Амазон говорит, у нас нет специалистов, и мы их не нанимаем, которые понимают этот язык. И, соответственно, доверять переводам, которые совершены третьими странами, они тоже как бы этого не делают. Вот, поэтому в двух словах сейчас резюмирую. О, Андрей, холио, как ваша встреча вчера с Лераном прошла? Вообще прошла ли она? Я что-то даже не отследила. Я вчера уехала раньше чуть-чуть. Так вот, резюмируя правильный, грамотный подход к бизнесу на Амазон, он от года в год количество продавцов растет, количество продавцов очень-очень-очень увеличивается. Добрый, всем добрый-добрый, начали к нам подключаться. У нас осталось минут 5-7 до конца эфира, и я хочу сейчас резюмировать вообще, как правильно выстраивается бизнес на Амазон по системе Private Label. Так вот, поскольку количество продавцов растет, то к Амазону нужно подходить с самой умной точки зрения, и подход должен быть максимально качественным, да? То есть мы должны продумывать и регистрировать свой бренд, мы должны кастомизировать свой товар, а в идеале мы его должны придумать с нуля. Именно это мы будем делать в новом курсе, который начнется в декабре месяце. Мы должны развивать свой бренд, и мы должны выходить на Амазон к тому моменту, когда мы будем либо уже с зарегистрированным брендом, либо бренд будет почти зарегистрирован. Окей? То есть это даст вам дополнительное power, то есть дополнительную силу в момент, когда у вас будет настоящий огромный рост в первые ваши 30 дней, когда вы приедете на Амазон. То есть в идеале, на самом деле, это попытаться подгадать, хотя подгадать это очень сложно, потому что у вас появится и пласт контент, и пласт контент – это когда вы можете в аккаунте Амазон сделать дополнительную рекламную кампанию, вы можете более красиво оформить свой магазин, у вас есть дополнительные функции промо, и там, в общем, очень много всяких дополнительных фичурс. Более того, что как только ваши продажи начинают показывать хорошие результаты, Амазон вам присылает письмо, что он хочет на этом этапе вас сам продавать. Ну и, собственно, здесь у вас уже начинаются совершенно другие цифры, совершенно другие горизонты. Вот. Поэтому если среди вас есть те, кто хочет пойти в этот курс, я, скорее всего, не буду больше выкладывать ссылок с прямой регистрацией и говорить, все, кто хочет в этот курс, пожалуйста, добро пожаловать. В этот курс я буду принимать только через личное собеседование, скорее всего. Для этого есть анкета, которую нужно будет заполнить. Я эту анкету сейчас вам выложу. И только после заполнения этой формы, только после того, как мы с вами связываемся, только после этого можно будет, возможно, попасть в курс. То есть это будет не просто какой-то массовый поток. Я хочу, чтобы в этот поток пошли только те люди, которые очень четко дают себе отчет в том, что они хотят заниматься бизнесом на Амазон и в том, что они не просто идут заплатить за курс и поковыряться в носу и подумать, буду я этим заниматься или не буду, а чтобы доходимость участников в курсе была приближена не к 80, не к 70 процентам, а к 100. Вот. Я хочу, чтобы в этом курсе, который будет, было 100 процентов успешных кейсов. Для меня это очень важно. Те, кто у меня уже учатся и учились, те понимают, насколько мне это важно. Поэтому ссылка на анкету я только что скинула. Я ее также продублирую еще несколько раз. И, собственно, вы сможете только после заполнения пройти собеседование и попасть ко мне учиться. Так, Андрей говорит, встречи не было, не выставлял бы, наверное, пропустили. У меня, по-моему, вчера в 7 или в 8, но неважно уже сейчас. Так, есть фирма в Германии, зарегистрирована на немецком Амазоне. Как можно начать продавать товары на Амазон в США? Стоит ли регистрировать аккаунт заново? Или можно начать через немецкий Амазон? Сергей, у Амазона есть много разных маркетплейсов. Для каждого маркетплейса нужна своя компания. Вот, то есть вы не можете вести бизнес на Амазон, вообще бизнес в США, если у вас немецкая компания. Вы для этого, если вы хотите базироваться на немецкой компании, вы должны регистрировать дочернюю компанию. И только в этом случае, если вы регистрируете дочернюю компанию, тогда вы сможете развиваться как, ну, с вашей немецкой компанией. Если вашей немецкой компании нету, вот, то тогда в этом случае вы делаете... Точнее, если американской компании нету, то тогда вы делаете американскую компанию. То есть немецкая в Германии, французская во Франции, американская в Америке. Вот примерно так. Итак, всем желаю классного дня, потрясающего настроения. Расширывайте это видео. Это видео публично, его можно расширить на своих страницах. Ставьте лайк, естественно, если вам это интересно. И начинайте свои продажи на Амазон. И последнее, наверное, на заключение, что я хочу сказать, что в России есть такая пословица «Готовься, а не летом». Так вот, если вы собираетесь качественно подготовиться к следующему сезону новогодних продаж, которые у нас уже, собственно, начинаются, я чувствую, что уже по всем аккаунтам пошел прирост, то в идеале начать заниматься своим запуском бизнеса на Амазон где-то вот с января, с декабря месяца. То есть так, чтобы вы как раз спокойно приехали к лету, чтобы вы спокойно себя продвинули, вывели и уже были с хорошим количеством ревью, с нормальными мускулами, чтобы вы уже были на Амазон и начинали свои качественные и крупные продажи. Все, на этом всем пока, всем хорошего дня, продуктивной недели. И записывайте все в календарь в один, а не в три, как я, чтобы потом ничего не перепутать. Все, всем позитива и всем добра!